Решение проблем территориальных громад в условиях децентрализации власти видят в налаживании социального диалога. Каким он будет, обсуждали во время круглого стола с участием представителей бизнеса, профсоюзов и ученых. Трехсторонний диалог между властью, профсоюзами и работодателями уже давно стал международной нормой. В Запорожье первый договор между тремя сторонами подписали еще в 87-м году и первыми Украине привлекли четвертую, областной совет. В том числе, благодаря этому считают, в области не было забастовок. Основную задачу – гармонизуемо соответствующие документы, а потом и реализацию, что до социального захиста населения. Две недели назад было подписано генеральное соглашение на уровне государства. Его не подписывали последние два года. В этом году заканчивается и областной договор. Уже создаются рабочие группы по подготовке нового. Мы хотим сделать таким образом, чтобы в следующем году, закладывая бюджет, чтобы мы использовали потужность наших науковцев. Для нас сегодня важно о том, что соглашение есть, генеральное соглашение есть, и нам нужно это генеральное соглашение выполнить в части четкого определения задач для нашей области. И наша территориальная угода областная должна стать базой для заключения коллективных договоров. Это самое важное. Теперь с учетом децентрализации предстоит решить, как быть с новообразованными громадами. На круглом столе прозвучало предложение создать на финансирование областного бюджета секретариат, который будет курировать диалог руководства общин, профсоюзов и федерации работодателей на местах.